Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Мы продолжаем Утро на Болткоме, и к нам присоединяется глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Мы хотели сегодня поговорить вообще о том, каким образом музыканты приходят к успеху. Продолжая, может быть, перебрасывая мостик от нашего даже музыкального календаря, мы знаем всегда, что популярные исполнители, в принципе, редко участвуют. Ну, можно сказать, на Евровидении, но я бы сказал, что группа Абба вряд ли благодаря конкурсу Евровидения прославилась. То есть она покорила, ну, скорее, вот другими способами. Вот насколько для исполнителя академической классической музыки конкурсы, какие-то соревновательные мероприятия становятся таким трамплином для успеха, и вообще вот как развивается карьера, как становятся знаменитыми, известными, как признается вот эта самая слава, признание приходит к артистам? Вы знаете, единого пути, конечно, нет. Конкурс — это возможность, как вы правильно сказали, прославиться. Вопрос в том, насколько долгой окажется эта слава. Кстати, то же самое и с конкурсами популярной музыки. И конкурсы, скажем, с опыте, и итальянские конкурсы музыкальные, легкой музыки, и Евровидение, они зажигают звезды, а вопрос в том, что потом происходит. Остается ли это слава, становится ли она фундаментом для дальнейшей деятельности, или это просто такой крючок, который кого-то в этот момент вытаскивает из общей массы и подвешивает, а публика решает, да или нет. И это и от публики зависит, и от артистов, это в легком жанре. Тем более, что приоритеты в легком жанре меняются очень быстро. Сейчас так вообще уже, наверное, каждые пять лет новые стили появляются, и, естественно, новые звезды зажигаются. И как вот на этом небосклоне удержаться, скажем, музыкантам, исполняющим свои сочинения в стиле Абба, допустим, вот в их духе, это большой вопрос. И что было бы с Аббой, если бы они сегодня вышли на подиум конкурса? Выиграли ли бы они, если бы они были такими, вот какими мы их знаем? То есть это вот в легком жанре, наверное, все-таки иначе. А что касается академического, вы знаете, есть уникальные случаи, когда музыканты становились известными без всяких конкурсов. Но это скорее исключение. Хотя я как музыкант, я противник конкурсов. А как продюсер, конечно, за. Ну почему? Потому что, во-первых, потому что конкурс, как правило, мы не будем говорить о таких исключительных явлениях, как вот, допустим, победа, не победа, а известность Дебарга после конкурса Чайковского вот несколько лет назад, или победа Соколова много лет назад. Это такие скорее исключения. А как правило, это все-таки игра по правилам, то есть в прямом смысле. То есть играй по правилам, и ты победишь. То есть есть какие-то рамки, в которые все равно пытаются конкурсанта уложить для того, чтобы в соответствии, скажем, стилю, жанру, есть традиции, как музыкант должен исполнять то или иное произведение. Певец или биланчелист, или пианист, в данном случае неважно. И в жюри часто сидят традиционалисты, которые вот принимают такую, а не другую трактовку, интерпретацию. И, кстати, известны случаи, когда большие музыканты, сидя в жюри, становились в конфронтацию остальным членам жюри, защищая того или иного музыканта. Классический случай и пример – это пианистка, великая пианистка Марта Аргерич, которая, кстати, бывала в Латвии и принимала участие в моих концертах, мной организованных. Она в своё время покинула жюри конкурса Шопена в знак протеста против их решения по поводу одного очень яркого пианиста, которого она защищала. Они не приняли, потому что он играл иначе, чем принято играть Шопена. А уж действительно конкурс, посвящённый музыканту, композитору одному, а на шопеновском конкурсе играют только Шопена, там уж действительно в жюри садятся корифеи, а там 30 лет назад, 40, когда этот случай произошёл, там сидели такие, знаете, монстры от шопенизма, и они не допускали. То есть получается, что на этих конкурсах… Вольностей. Да. Никаких вольностей, не нужно играть хорошо, не нужно интересно, нужно играть правильно, и места нет ни харизмы. И надо играть хорошо. И, может быть, из тех, кто хорошо, может, и выиграет тот, кто играет интереснее. Ну, кто может… Ну, традиционалисты. Конкурс, в любом случае, любое состязание – это состязание на традицию, на соответствие традиции. Вот я бы, может быть, даже сказал, что это конкурс, оценивающий ремесло, а вот, в принципе, гении, которые зажигаются, они должны выпадать из этого, потому что они не ремесленники, они должны что-то новое. Я уже не говорю об этической составляющей, о психологической составляющей конкурса, что это… Ну, не каждому это по плечу, участвовать в конкурсе. Это же трасса. Это очень трудно. Но надо иметь такую выносливость, такие крепкие нервы, такое… Ну, я не знаю, тут какие-то совершенно иные свойства нужны, не те, которые на самом деле нужны музыканту на сцене. Потому что, вот вы абсолютно правы, гений, он же гений или какой-то выдающийся талант, он исключение из общего ряда, но он и в психологическом плане может оказаться исключением. Опять же, известный пример, как Владимир Сафроницкий, когда ехал на концерт, его трясло от страха, что он сейчас выйдет на сцену, при том, что он был гениальным музыкантом. А как быть тогда конкурсанту? Это же какую надо волю иметь, железную, какую надо иметь, в том числе, вот как говорят, волю к победе. Но одно дело, когда ты бежишь дистанцию и ленточку в груди прорываешь, а другое дело, когда ты должен сыграть территорию художественных произведений музыкальных. Естественно, внести туда что-то свое. Очень, это очень-очень сложно. Ну, мы не будем говорить о закулисье, которое тоже в конкурсах присутствует. И весьма, очень. Интриги, интриги? Ну, то есть договариваются, просят за кого-то? Нет, не договариваются. Дело в том, ну, наверное, в результате я играла в таком конкурсе, где была договоренность. Я играла как концертмейстер. Но время все равно все по своим местам расставило. И девочка, с которой я приехала, которую вообще никто не знал, она все равно прошла в финал, потому что она была исключительная. Ну, нельзя было сделать по-другому. Но просто если в жюри сидит человек, а во многих конкурсах это разрешается, в большинстве сидит человек, профессор, чьи дети играют в конкурсе, то, естественно, некоторые сомнения по поводу объективности могут возникнуть. В некоторых конкурсах им не разрешается голосовать за своих. Но, опять же, ну, не хочется влезать в эту сторону, но много конкурсов есть, где в свое время, может быть, не так, сейчас, может быть, немножко не так. Потому что сейчас все транслируют, сейчас уж слишком открыто. И идут эти стриминги, и, в общем, весь мир смотрит тот или иной конкурс, если это знаменитые состязания. И очень трудно потом объяснять, почему так и не эдак. Но, в принципе, я думаю, что, с другой стороны, если говорить о карьере, о карьере, так как она музыканту в музыкальной, даже академической индустрии строится сегодня, то конкурс нужен раз, и в конкурсе должны побеждать борцы. Это два. Потому что, если потом тебя берет какое-то мощное агентство и делает тебе 150 концертов в год, ребят, как тут не выгореть? Это же какими надо обладать свойствами натуры, чтобы вообще себя сохранить? Это такой сложный момент. Но есть музыканты, которые обошлись и без конкурсов. Вот кто, например? Самый знаменитый пример, и он такой христианатийный, но одинокий пример, это Евгений Кисин. Он не участвовал ни в одном конкурсе. Но вы понимаете, это, опять же, супер исключение из правил. И дело не в том, что если бы он участвовал, он бы не выиграл. Просто если бы он участвовал, он бы не выжил. Вот тут другой момент. Он-то как раз весьма традиционный пианист. Я имею в виду, что он как раз продолжатель столетних традиций, и в этом его прелесть и особенность, и невероятная виртуозность, и абсолютная свежесть, которая, кстати, сохранилась до нынешнего дня, хотя ему уже 50. Но когда он был ребёнком, он был очень уязвимым ребёнком. И вот после, например, вот этого сногсшибательного успеха и невероятной популярности после концерта с ансамблем «Виртуозы Москвы». Это известная история о том, как он играл концерты Моцарта с тогда самым знаменитым и только находящимся на подъёме оркестром «Виртуозы Москвы» в Большом зале консерватории в Москве. И народу было столько, что пришлось вызвать конную милицию, чтобы просто люди друг друга не поубивали, и чтобы не было ходынки, не могли попасть на концерт, так много желающих было. И после этого концерта родители Женю просто увезли из Москвы, по-моему, в Зеленогорск или куда-то, ну вот в провинцию, вообще подальше от шумихи. Ни радио, ни телевидение, ни встреч, ни звонков, ничего. Потому что он ребёнок, ему было 12 лет. И это могло очень сказаться отрицательно на его психике. Он очень тонкий, уязвимый человек был. Сейчас он, конечно, такой стабильный, защищённый, но я считаю, что родители поступили абсолютно правильно. И какие же тут конкурсы, если даже после одного выступления его надо было охранять, скажем. На самом деле с ним случилась та история, что, став известным и обладая гениальным даром, и став известным в детстве, он просто не нуждался в подтверждении своего звёздного статуса и своих исключительных способностей и возможностей. У него и так были предложения, контракты, концерты, и оркестры, и поездки. Тут вопрос был более политический, чем музыкальный. Ему пришлось уехать, чтобы не попасть в армию. А. Да, из Советского Союза в своё время. Потому что могло быть по-всякому. Ну, я себе представляю, наверное, армию... Ну, вот что значила армия для такой вот как бы утончённой натуры? Мы даже не будем себе представить. И лучше не надо об этом. Это... Столько судеб было сломано, музыкальных в том числе, что слава богу, что ему удалось. И они же не могли вернуться в Советский Союз, пока он не превысил призывной возраст. Они потом только вернулись в Советский Союз, в Россию. Отдельная, наверное, тема вообще повспоминать, как отправляли на картошку вообще из консерватории музыканта. То есть вот люди, которые... Меня на капусту. Да. Да. Было дело. Ой, ха... Ну, вот... А насколько действительно конкурсы являются для... Ну, вот не просто стрессом для музыканта, но ведь это же ещё и лотерея. То есть с одной стороны, а вдруг ты не будешь первым? Ну, то есть сколько желающих? То есть это вот поражение, а это как билет на экзамене. Вот можно готовиться и вытащить самый неудачный билет. Вот вдруг что-то может произойти, пойти не так, как ты задумывал. Ну, на самом деле, тут столько составляющих. Во-первых, ты можешь вытащить первый номер. А если музыкантов играет, скажем, 40 на конкурсе, то есть шанс, что если ты не самый яркий, ну, самый необыкновенный, тебя просто забудут к этому времени. Ну, чувство психологически невозможно слушать 40 человек и вот всё это воспринимать одинаково. Очень не любят многие первый номер вытаскивать, например. Или, предположим, музыкант Сова, он хорошо себя чувствует во второй половине дня. Опять вытаскивает номер и играет должен в 10 утра. Ну, вот это такие физические, скажем, вот условия. Ну, действительно, это может быть трудно и собраться, и раскачаться, ну, мало ли как. Плохое самочувствие. Ну, вот это уж точно как у спортсменов. Плохое самочувствие, ты должен играть. Давление. Ну, масса всего. Я уже не говорю о каких-то стрессах во время выступления. Опять же, случай, который произошёл, по-моему, на последнем конкурсе Чайковского с одним из азиатских исполнителей. Это вообще что-то невероятное было. Я сейчас не помню сочинение, но было так. Он играл с оркестром, это был третий тур. Объявили, что он играет, допустим, второй концерт Рахманинова, предположим, начинается музыка, и он понимает, что ему надо играть первый концерт Чайковского. Что это было? То есть это либо дирижёр перепутал, либо не хочется говорить там, что это было, в общем, как-то заранее определено, потому что шум был страшный. Потом писали, как же так, у музыкантов же стояли ноты на пультах, которые им сейчас играть надо, у оркестрантов. У дирижёра была партитура, как могли сказать что-то другое. Ну, в общем, непонятная история, но он был уверен, то есть он уже эмоционально подготовился к тому, что сейчас он должен играть Рахманинова. и вдруг та-та-та-там, та-та-та-там, и вот он понимал, а ему надо сразу вступать, но это стресс, потому что ты уже себя настраиваешь абсолютно, ты себя как бы заново создаёшь для этой музыки, и вдруг надо играть другую. Ну, это такие неприятные истории могут случиться. Ну, всякое может быть, конкурс есть конкурс, это борьба на выдержку в том числе, борьба на быструю реакцию. Учитывая все вот эти вот факторы и нюансы, как-то в последнее время конкурсы меняются, их условия, проведение? Меняются, вы знаете, мне показалось, ну, по крайней мере, я не бывала на них, но наблюдала за многими, мне кажется, что всё-таки они становятся более гуманными с точки зрения оценки. Это раз. Во-вторых, они становятся в результате вот этой невероятной возможности трансляции, они становятся более честными во временном протяжении. То есть Дебарк получил четвёртое место, а кто получил первое сегодня, никто не помнит. Понимаете? Потому что Дебарк стал самым ярким событием конкурса, и у него замечательно развивается карьера, он играет много концертов, столько, сколько он хочет, он стал знаменитым, он вышел на новый уровень своих возможностей, вот скажем так. И в этом смысле современные конкурсы, конечно, меняются. То же самое Мао Фуджито, следующий конкурс, это японец, который получил не первую премию, а в общем стал любимцем публики. Но это тоже такие вещи бывают. А иногда бывает так, что обладатели первых премий, они действительно потом куда-то исчезают. Вот если они действительно такие традиционные, стабильные, ну, может, они неинтересные. А все-таки сейчас такое время, когда конкуренция настолько высока, что ты должен быть очень особенным, чтобы себя дальше продвигать. Если твоя цель это вот концертирование музыкальное, если твое здоровье и твое умение быстро учить новые репертуары, приноравливаться к разным обстоятельствам, тебе это позволяет. У нас буквально осталась минутка, но просто я так понимаю, что есть еще один артист, который тоже не любит принимать участие в конкурсах, но тем не менее мы его можем услышать в ближайшее время благодаря вам. Он в свое время выиграл только один конкурс, стал обладателем главной премии и золотой медали, это Григорий Соколовчий. Концерт в Риге состоится уже через четыре дня. И там тоже была очень интересная история. Дело в том, что это был третий конкурс Чайковского, а на втором победил Ван Клайберн. На третий конкурс приехал еще один американец, тоже ученик Розы Левиной, как и Ван Клайберн. Очень ярко играл. Но приехал 16-летний ученик девятого класса из Ленинграда такой Гриша Соколов, который играл по-другому, но совершенно невероятно глубоко и тонко. И жюри, в составе которого был председатель жюри великий пианист Эмиль Гильс, они проголосовали абсолютным большинством за то, что Григорий Соколов получает первую премию. из 21 человека голосовали 20, одного почему-то не было на голосовании, и 16 из 20, то есть это 4 пятых, они приседали премию первую Григорию Соколову, школьнику. И тогда в среде музыкантов было больше единодушия, чем в публике, которая возмущалась и считала, что должен был победить Миша Дихтер, американец, но очень хотелось, чтобы американцы это было время оттепели, и как-то хотелось продолжать эту традицию, что вот мы честные, мы открытые, у нас побеждают вот лучшие, а лучшие не наши, ну и так далее. Кроме того, было опасение у многих, что вот как раз-таки Григорий Соколов играет, как его научили, что он школьник, школьник не может играть от себя, а значит, он играет, как научили, а как может просто ученик получить первую премию. Но вот Эмиль Гиммельс и многие его соратники по жюри, они поняли, что за этим музыкантом будущее, что это огромный потенциал, и что вот на самом деле вот прошло, представьте, сколько лет прошло, 55 лет прошло. Где те, кто играл вместе с Соколовым на этом конкурсе? А Соколов вот он. Соколов вот он в Риге. В Риге, буквально, да, через четыре. Мало того, он так обиделся тогда на реакцию московской публики, что больше никогда в Москве не играл. Какая принципиальность. Вот такая принципиальность. Но зато играет в Риге. Спасибо огромное. Спасибо огромное. И на хорошего дня, до встречи. И до встречи на концерте. Всего доброго. До свидания. Радио Болтком